Ссылка на новизну, равно как ее обратная сторона, ссылка на устарелость, предполагает, что более новые идеи наверняка правильнее старых. Со временем эпохи просвещения вера в прогресс стала неотъемлемой составляющей западного мировоззрения, и если раньше человек верил, что старое, проверенное лучше и надежнее, чего-либо новое, сегодня мир пытается втянуть нас в коммерческую гонку. Старое, значит устаревшее. У нас все должно быть самое новое, последняя модель смартфона, новейшая модификация машины, самые последние версии приложений. О сфере моды и стиля даже и говорить не приходится. Тем более негоже следовать устаревшим взглядам на мир. Клайв Льюис называл такой подход хронологическим снобизмом. В его саркастическом произведении «Письма Баламута» старший бес-искуситель дает советы своему молодому неопытному племяннику, как лучше искушать людей. Он пишет, мой дорогой гнусик, самоуверенная тарабарщина, а не аргументы помогут тебе удержать пациента вдали от церкви. Не трать времени на то, чтобы утвердить его в истинности материализма. Лучше внуши ему, что материализм силен и смел, и что это философия будущего. Мы должны ясно и однозначно понимать, что наша цель – не гонка за постоянно сменяющимися вениями любых новомодных учений или свежих идей, а провозглашение спасительной истины заблуждающемуся и гибнущему миру. В противном случае мы, находясь на рынке мнений, занимаемся рекламой идеологического товара не первой свежести. Это, собственно, утверждает движение New Age. Залежавшись 2000 лет на прилавках истории, крестьянская идея протухла, эпоха рыбы прошла, новая эпоха эроводолея заменит ее, поскольку эта философия новая, сильная, смелая, и это философия будущего. Однако на всякое сильное учение найдется более сильное, на всякое смелое – более смелое, на всякое популярное – более популярное, на всякое новое – еще новее. Только истинное учение не может быть заменено более истинным или менее истинным, ибо истина абсолютно. Все, что отлично от истины – ложь, и нам надлежит обличать ее, какой бы она ни была приятной, соблазнительной, сильной или смелой. Субтитры создавал DimaTorzok